Продолжаем наш эфир, друзья, и прямо сейчас, в эти минуты, поприветствуем Леонида Госмана, это российский политик. Леонид Яковлевич, здравствуйте. Рады вас видеть, рады приветствовать. Приветствую вас, Леонид. Взаимно. Как там у вас дела с вашим делом? Разрешилось или нет еще пока? Нет, ну что вы, ну что вы, это же серьезное дело. Слушайте, очень серьезное. Значит, поэтому в понедельник следующий, следующий допрос, ну и так далее. То есть до понедельника ничего не должно поменяться, да? До следующего понедельника. Нет, ну в общем, это вообще ерунда, это дело, это просто мне привет, а серьезно это возбудят ли они что-нибудь другое. Что я там шпионил в пользу Гондураса или еще что-нибудь. Ну или оскорбил вооруженные силы. Вот это серьезно. А это так, мелочи. Хорошо. Тогда обратимся вот к последним решениям, которые были приняты в Кремле. Кадровые решения, отставки, перестановки. Какие у вас есть по этому поводу соображения? Что это? О чем это свидетельствует? Разведпризнаки это чего? Ну, про разведпризнаки я плохо знаю. Ну, я фигурально выражаю в данном случае. Да, я понимаю даже, я понимаю. Значит, ну смотрите, я думаю, что высшее руководство страны, в частности Путин, конечно прекрасно понимают, что все складывается не совсем так, как им бы хотелось. В том числе с этим импортозамещением и всем прочим. И, разумеется, они ищут людей, которые будут более адекватны. Которые смогут справляться с задачами. Это нормальный, на самом деле, процесс в любой стране, в любой стране, периодически, в любой стране периодически меняются министры, меняются начальники там и так далее. Значит, в этом смысле это совершенно какая-то нормальная вещь, как мне кажется. Единственное, что действительно интересно, это появление дамы, которую все считают дочерью Владимира Владимировича Путина, появлению в достаточно таком важном органе. То есть, возможно, что это значит, что президент Путин не доверяет очень многим людям, ему некому доверять, он беспокоится. И он ставит человека, который его уж точно не обманет, не предаст, не будет спрыгивать с корабля и так далее. Но, вообще-то говоря, просто на основании тех фактов, которые вы привели сейчас в этом ролике, потому что я смотрел тоже вместе со зрителями. Ну, в общем, мне кажется, никаких серьезных выводов делать нельзя. Это вполне может быть рутинная вещь. Ну, вот, за исключением того, что если Рогозина прогнали из Роскосмоса, это, конечно, здорово, но действительно ходит слух, что его назначат куда-то еще. И вот это будет серьезным признаком. Понимаете, вот смотрите, когда мы говорим, что вот сняли Борисова, который не смог там что-то налазить, поставили Мантурова, который там эффективный менеджер. И, может быть, он справится, да, то это нормальный поиск эффективных исполнителей, да. А вот если они возьмут Рогозина сейчас в администрацию, да еще и там начальником администрации, даже если замначальником администрации, то вот это, конечно, очень такой плохой признак для страны. Потому что это значит, что вот самое важное, что есть, это умение хамить всем, всему миру, да, такие пальцы расставлять, понты устраивать там и так далее. Понимаете, ну, ясно совершенно, что Рогозину жилконтору нельзя поручить. Не то, что там что-то серьезное. Однако вот он уже давно, давно уже в высшей власти. Ну, вы давно ведь за ним, наверное, наблюдаете, ведь помните прекрасно, что он с начала 90-х годов вот искал себе место во власти абы какой? Любой. Да, любой. Любой. Он и к нам приходил, между прочим, мы отказались от сотрудничества. К вам это куда, простите? Он приходил, значит, ну, вот это у нас была такая история, он должен был подать на меня, обещал подать на меня в суд, но не подал. Он сколько там уже много лет, теперь уже он в суд подать не может. Значит, он приходил в РАУЕ с Россией и говорил, что вот он, в общем, готов сотрудничать, там определенные условия выставлялись, вот, там будет нас хвалить, еще что-то. Мы вежливо отказались от сотрудничества с ним. Я об этом потом рассказал в эфире НТВ, между прочим, по-моему, еще того НТВ настоящего. Дмитрий Алексеевич очень обиделся, обещал подать на меня в суд, но почему-то не подал. А ваша команда когда, с какого года работала в РАУЕ, напомните? С конца 98-го где-то. А, ну тогда это могло быть еще и на настоящем старом НТВ, правда. Но все-таки надо согласиться с тем, наверное, что господин Рогозин всегда исповедовал вот такие имперские, воинствующие, агрессивные взгляды. Он же из семьи большого военного начальника, я поинтересовался. По-моему, не военного ГБшного. Нет, его отец был воспоставленным генералом в системе Министерства обороны. Я внимательно читал его биографию. Вам виднее. Ну, в общем, Рогозин, конечно, символическая фигура, и если действительно он сейчас будет назначен на какой-то ответственный пост в администрации президента, то это означает, что президент им доволен. А, собственно, что Рогозин делает хорошо? Вот Олевский говорил врать, воровать и зиговать, но это умеют очень многие, на самом деле, в нашей власти. А вот так хамить всему миру, демонстрировать такое какое-то фантастическое жлобство, как демонстрирует Дмитрий Олегович Рогозин, мне кажется, больше никто не умеет. Мне кажется, в этом смысле чемпион. Возможно, потому что он делает это искренне, это идет от сердца и так далее. Если он назначен на ответственный пост в администрации, то это признак того, что важно для высшего руководителя нашей страны. Да, вот я проверил, действительно, Олег Константинович Рогозин, генерал-лейтенант, возглавлявший, точнее, заместитель начальника службы вооружений Министерства обороны СССР. Это колоссальная должность. Это колоссальная. Служба вооружений, это вот все хозяйство, пушки, танки, от пушек и танков до пистолетов ТТ и Макарова, условно говоря, да? Конечно, конечно, конечно. Как называть, советский организатор оборонной промышленности. Чувствуете, да? Я про него ничего не знаю. Я про него ничего не знаю, кроме того, что его сын Дмитрий Олегович Рогозин, понимаете? Вот это его не красит, как мне кажется, генерал-лейтенантор Олег Рогозин. А как вам заявление господина Мантурова о том, что России не нужна рыночная экономика? Разве это не разведпреднак того, куда катится страна? Это да. Это да. Это да. Конечно, это ужасно совершенно. Вот. Но, понимаете, здесь еще важно вот что. Что будет делать... Это означает, какие... Вот то, что он сказал, означает, что он думает, что президенту России эти слова будут близки, приятны и так далее. Я думаю, что он знает, что приятно президенту России, да? Это не значит, что обязательно будет сворачиваться рыночная составляющая. Потому что президент, он, конечно, великий, он с богами беседует, но жить-то все равно надо. И поэтому не исключено, что так вот все-таки у нас рынок какой-никакой достанется. А может, и не останется. Но это говорит о том, что приоритеты президента ровно такие. Всех выстроить, поставить, отдать приказы и так далее. Вообще, Женя, я вам скажу, что это совершенно ужасно, потому что, понимаете, нам всем казалось, что мы эту станцию проехали. Что уже не может быть ответственных руководителей, которые будут вот такое произносить. Они вот есть, и наоборот, произносят все больше и больше. Опять же, нам казалось многим, что, понимаете, что, ну ладно, в идеологии они несут там что-то, что там... Я не знаю, знаете ли вы, что Александр Невский боролся с объединенным Западом за независимость России, вот, наверное, может, вы этого и не знали. Я тоже не знал, теперь знаю. Вот. И вообще отказался, видимо, вступать в Евросоюз. Но казалось, что вот эта вот болтовня, ну, болтовня, она и есть болтовня, да, идеология, ну, они там языком что-то такое молотят, а реальная жизнь, это все-таки другая немножко, да. А тут оказывается, что и в реальной жизни, вот, в смысле, ну, в реальном секторе, тоже начинает доминировать вот вся эта страшная ахинея, вот. И это, конечно, кроме того, что это реальная угроза для просто того, как будет жить страна, это еще и, ну, просто, даже не знаю, как это сказать. Это не то чтобы разочарование, но это крах такой. Это, знаете, вот для многих из нас такие вещи, ну, для тех, кто идентифицирует себя со страной, не с государством, не с правительством, конечно, со страной, да. Это, конечно, трагическая совершенно ситуация, потому что, понимаете, вот наша страна вновь вернулась куда-то в дикость, в какое-то страшное совершенно времена, да, из которых, я думал, она вышла навсегда. Но нет. Ну что ж, тем не менее, похоже, что вы правы. Леонид Гозман, российский оппозиционный политик и общественный деятель, был с нами на...